Даша жарит рыбку. Что это у нас? Толстолобик. Посмотрите какой он красивый. Просто замурчательный. Сейчас его обжарим на сковородочке и отправим в духовку. Вот короче разрезали. Даша жарит. А еще Даша засолила рыбу. Пожарила текан. Пожарила текан? Почистила скумбрию. Да, сегодня у нас рыбный день будет. Вот так что так. Привет, привет. У нас опять кипиш. Коля привет не знал, но он уже рыбу сунул. Ну ничего, мы рыбу ставим перед этим ставим. Всем привет. У нас опять кипиш. У нас сегодня свят вечер, а мы ничего не готовили. И поэтому сейчас мы быстренько-быстренько готовим. У нас там работает вытяжка, поэтому очень плохо слышно. Что я делаю? Я беру обычную сырую картофу. Я ее хорошенько помыла и режу просто кружочками, 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 где плохое обрезаю. Даша уже у нас нажарила текан. Мы сегодня решили более рыбный день сделать. Вот. Она нажарила текан. Она засолила скумбрию. Вот. И уже обжарила. Почистила вторую скумбрию. Молодец. Почистила вторую скумбрию. Короче. Нарезала вон рыбку. Это у нас большой толстолок. Обжариваем сейчас немножко толстолок. Вот. И сейчас мы будем его в духовочку погружать. Вот. А ты какой-то включал, нет? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Я же думала, у нас картошка есть. Нет, надо отключать духовку. А, надо отключать? Сейчас мы сначала быстро обжарим картошку. Чуть-чуть, да, обжарим немножко. Она, в принципе, эта картошка нас тут быстро. Ну как? Да. Так вообще еще у нас тут, понимаешь, это? Ну, только солнышко. Солнышко, да. А что она сейчас? Не вкусно сейчас. Что? А, что начали? Да, что начали. Значит, что? Я картошку просто взяла, сделала. Сейчас у меня приправки. Ой, какая она красивая. Угу. Так как рыба, она, в принципе, очень быстро делается. Мы сейчас делаем полынами. Нам же картошку сделать более готовую. А как нам делать более готовую картошку? Ничто не понимает, да? Ты что, я проволоку поставила? Я сейчас немножко, ненадолго. Зачем? Вот она пропарила. Так она наоборот пропарится в соке рыбы. Она будет вот здесь приготовиться. Я предлагаю вложить... Нет. Я предлагаю вложить... Можно на них поставить, можно не в кровь, чтобы она не подгорела. А в промежутке между репинками поставить картошечку в сое. Она не вкусная? Нет, нет, нет. Дай-ка, соли, тогда кто-то крикалит. Я бы не сделала. Я бы морковь не дала. Она бы сделала мягче вкусные бы. И вообще мягче всего. А вот этого нет. Что я там чистить? Может быть лучше, а может быть тогда... О, картошку предварительно... Что я сделала? А, хорошо, что не видно, что я сделала, да? Как я тут что делаю, если ничего не видно? Я взяла картошку, хотела сюда в умывальник высыпать. Пошмар какой-то. Я думаю, может быть картошку тоже я с одной и с другой стороны обжарю, чтобы она такая поджаристая была. Не, ну в духовке же запекают картошку. Да, но если она будет под низом, она не успеет. Я говорю, ну не хотим мне под низом, где я это поптыкиваю. Поптыкиваю, да? Поптыканая тоже может не успеть, в большом проблеме. Давай половину поделим, половину встал. Так, хорошо, я сейчас... А зачем мне морковку тогда чистить? Пускай, мне морковка нужна. Я сейчас в микроволновку засуну ненадолго картошку. Хай пропариться. А тут у меня кто? Как его в микроволновку засунуть, непонятно. Попуста, корзина, картонка. Не хватает одной собачонки. Так, ставлю сюда и даю ей 3 минуты, пускай жарится. Тут у нас рыба, а она пригорела с одной из ее моих короней. Потому что у нас газ неравномерный. Самые красивые кусочки такие мы сверху картошечки укладем. А такие вот. А не сверху морковки? Ну или сверху морковки, посмотрим сейчас. Главное числе, а мы сейчас разберемся. И будем садиться ужинать, а что делать? Рыбый этот, как он называется? Мясо. Мясо нам надоело плам, поэтому с мясом мы вообще решили еще... Ну как, у нас там остатки еще мы разморозили. Нам тоже надо чуть-чуть отходить от мяса. Да, да, да. Просто это уже все. Уже аж прям тошнит от этого мяса. Все мне. Кублю надо посолить и поперчить. Кусочек лимонки сюда. Вот лимонка есть. И тоже картошечку вот так вот. И завернуть в фольгу. А потом ее... А, вам в другом. Зачем завернуть фольгу, если просто можно накрыть фольгой, а потом фольгу отбить? Нет, ну мы... Не так. Вот так постелим фольгу. Вот так, когда укладем. И вот так завернем. И все. Как полосной-то такой. Да. По крайней мере, я тут больше. Жалко, конечно, поняла. Этот противень, он, короче, после этого... А что вы тут? Вот берет, нарезали, да? Да. Так оно все это... Не, вот тут берет, нарезали. А этот, что такой поцарапанный стал? Прямо для. Ну, это ж такие противень, такое качественное. Такой красивый был и такой некрасивый стал. А где картошку мыло? Ну, ты куда ее делал? Никому тут не. А что и хватит на всех? Хватит. Ну да, в принципе. Это еще рыба была значимая. Да, да. Да, да. Красивый, да? А пахнет? И пахнет хорошо. Мы не нашли приправу для рыбы, мы для курицы использовали. Я еще туда прованскую кинула. Да? Что со скундрой? Скундрой, я уже говорю, сейчас ее надо посолить, поперчить. У нас вот такая скундрия, видите, она необычная, она атлантическая называется. Она не как простая скундрия, она как пятнышко малеков. По-моему, атлантическая она называется. Но сейчас ее надо быстренько посолить, поперчить, засунуть внутрь кусочек розмарина. Вот. И чего? И лимона немножко засунуть. И делаем. И все. Ну так сейчас, еще раз я сполосну. Полосать уже надо, я ее пыталась только сейчас отдувать. Воду с нее выйти. В чем тебе полоснуть? Тут в сторону, тут в сторону. Не, не, не. Вот. Тут в сторону. Мам. Рыбины, видишь? В левую. Все, нормально. Левая сторона лучше жарить. Смотри, как она стоит. Все. Так. Что у нас с картохом? Картохом что у нас? Я воду сделала. Еще картохом немножко. Ну. И все. И куда-то раз. Там. Так. Теперь мы что делаем? Посолить, поперчить. Я вам что делаю? Перец смею. Перец нам нужно. Но это будет вот и не для труда. А это, в чем я ее сделаю? Прям на столе, чтобы полчаса. Я эту тоже сделаю, хочу вам дали. Все. Значит мы ее ставим. Ну вот. Немножечко подсаливаем, потому что она сам по себе такая мяско солоноватая. Не надо ее сильно, потому что будет очень даже не хорошо. Я эту на маме сделала. Алло. Знаешь, что я сделала? Солкало причем? Ну да. Я тут возьму, сделаю, нагрез, знаете, косточкой. Для того, чтобы раскрыть немножко мясо. Чтобы можно было раскрыть мясо, чтобы туда зашла соль. Хоть чуть-чуть и перчика. Вот так. А в прошлый раз, когда мы делали, то кусочки соли надо было дать? Да. Я сейчас говорю, кармашку сейчас сделаю вот так вот. Может, мы надрез в сердце сделаем его лимон туда дохнем? Нет. Так не надо. Правда. Лимон мы чуть-чуть вниз, и когда много лимона, сейчас получается. Поэтому мы вот так сделаем. Вот так вот. Потом ее сразу же немного приперчим. Красного перчика чуть-чуть. Но это на любителя. Не, на нормальное пение. Он такой вкусный был. Так. Когда она сильно много, то же нужно. Так. Какая красивая. Ой, какая красивая. Я люблю. Так. Выкручиваем корочки. Вот так вот. Какая красивая. Красивая. И лимон тут. А, подождите. Где-то у меня был то ли розмарин, то ли... Ага, немало не надо. Сейчас я посмотрю здесь. У меня есть. У меня есть базилик. У меня есть бешица. Ореганом. Зафицей. Какой розмаринчик. Какой розмаринчик. Какой розмаринчик. Ну вот так вот есть. Немного розмаринчика. Это вот обонючка? Нет. Палки. Да. Плохо, что этот самый. Плохо, что у меня была веточка. Ну где она у тебя подевалась вообще непонятно. Там же наверху веточки уже нету? Вот это там. Вообще она не есть. А ну-ка, смотри. Если есть веточка, значит я веточку использую. Я пока найду. Нету, да? Да. Здесь мясо. Все, нету, нету, нету. Упала, она пустая. Нету. Все. Нету. Вот так. Ну, значит, как будет, так и будет. Много не будем клачивать не сильно эти палки. Вообще лучше веточками брать. Веточками круто. Так. Она уже все просейкалась. Хорошо. Картошка просейкалась. Поставай уже рыбу. Поставай уже рыбу. Подожди. Беру лимон. Духовка проверилась. И брюшка. Пару штучек. Ааа. Светку? Ааа. Слышишь? Все. Брюшка. Светку понятно мы-то поставим. А второй противень мы тоже на сетку ставим? Да. А? Ну что, не влезут что ли? А теперь второй противень. Кого? Слышишь? Слышишь? Возьмем морковку. Морковь не надо, она сладость дает такую. Чуть-чуть просто к лимону засунуть. Вот так. И вот так. И вот так. И теперь нам надо просто ее взять. Зубочистками? А? Зубочистками? Нет. Какими зубочистками? Не надо никакими зубочистками. Мне нужно здесь освободить пространство и скотч. Вот, поди. А, поняла. Пойми. Как же делать? Можно прямо уже на противень. Где противень? Умопай. Ничего. Ставим. Так. Ты как ее будешь делать? Отстань. Вот так? Сейчас, ее вот так-нибудь положи, потом просто закрою. Ставим посушку. Несколько штучек. Ай. Она немножко у нас в духовке отправилась в микроволновке. Можно укропить это? Укроптиком? Ну, не знаю. Значит, укроп. Что? И морковки. И морковки. Давайте мы сделаем. А здесь не можем морковки. Ну, еще пару колец подскажем. Скажем. Аромат он даст в любом случае. И давай поручить сальков. А, вот. Ты что? Просто положи. Один в этом. А вот он. Вот так лежит. Отлично. Сюда ставим рыбку. Ой, она прям влезла у нас идеально. Можно так развернуть. Вот она еще идеальнее влезла. Вот так. Не сгорело. Оставим сюда пару морковок. Потом уже, когда будем ее разворачивать, тогда мы ее... Это самое. Так. Чесночок. Чесночок. Мы просто вот так закинем сюда рядышком. Пускай дает свой аромат. Оп. Ну вообще видно, что там делаем? Видите? Ммм, да. Не видно. Можно даже пару часочков вот так через брюшка есть. Чуть-чуть туда надо. Аккуратно. Вот так вот. Так. Ну и в принципе... Надо, короче, утру уже на противень выкладывать. И то, что осталось, дожаливать. Так. Надо еще? Хватит, хватит, я думаю. Давай этот. Подожди сейчас. Не слуху поставлю. Так. И вот так. И будет очень-очень вкусно. Так. Заворачиваем мордочку. Так. Делаем конвертик типа. Чтоб нигде наши соки не выходили. Так. И что? Делаем вот так. И вот здесь вот типа как заворачиваем. По бочкам. Чтоб наш сок, если даже и паром хотел выйти, но не выходи. И станете уже все? То ее да, можно уже с вами. А, значит и вторую уже можно накладывать, да? Да. А вряд ли оно влезет, короче, с вопросами. В бочком влезет? Нет. А-а. И так нет. Попробуем сейчас запихнем, если что. Нет. Смотрите. Ай-яй-яй. Ага. Хорошо. Пускай вот эта стоит пока. Сколько ему надо? Я не знаю. Значит, сто восемьдесят где-то хватит. И минут двадцать она не больше делается. Ну все, на двадцать. А что, эту поставим и она будет на очереди? Да, она будет на очереди. А эту проще простого делаем. Эту типа повторяем. Лука хочешь сюда? Или не хочешь? Да нет, уже нет. Уже нет. Просто берем картошку с картошкой. Берем картоху оставшуюся, выкладываем вот так вот. А что, будет и картошка и это самое. После скумбрии картошка тут на любителя. У нее, да. У нее есть свой вкус, у нее есть свой запах. Поэтому, знаете, не каждому она может понравиться. Вот. Вот сюда я между ней положу лимончик. И чеснок дала? Да, и чеснок дала. И то же самое сделаю с морковкой. А между ними укладу так морковочку. Где надо на половинке. Вот так вот. Будет вкусно. Ну, я так подозреваю. Это будет вкусно? Конечно, будет вкусно. Мне кажется, он просто даже в жареном... Кто там? Там Колю. Мне кажется, он даже просто в жареном виде был бы вкусным. Так. И вот так. И сейчас мы пока там зажарится рыбка, мы вот эту вот тоже сделаем. И будет хорошо. В это время можно капусту сделать. Ой, да, капусту сейчас сделала. А Света уже ей домой? Я не знаю. Ты же с ней разговаривала. Он меня просто спросил, что надо. Я сказала, Макс, да и все. Так я ей больше не звонила после этого. А, да? Я ж тут была. Теперь чесночка еще сюда. Для аромата накидываем. Может, лучка все-таки надо было? Хотя бы одну. Да? Зачем надо? Ты тот лук будешь есть после, мне кажется, после рыбы лук не такой вкусный, как у меня. А тут же ж не вкус, а тут же ж именно это важно. Аромат, аромат. Можешь отдавать зеленого лука. А у тебя нету сухого чеснока? Нет, зеленого лука точно нет. У тебя нету сухого чеснока? Есть сухой чеснок. Такие нету сухого чеснока. Все, немножко делаем этого. Я бы, знаешь, что сделала? Натерла сыр, и еще сыром бы это все делала. Нет, может, не надо. Мне нравится? Хватит. Хватит. А мы же сверху будем накрывать? Да. А потом, когда откроем сыр, раз на каждую штучку. Может, попробуем, когда откроем чуть-чуть, и потом уже этот. Ну все, давай. Все. Подожди. Я в прошлый раз соусом немножко сбрызила. Было очень вкусно. Так. Ты эту ж не брызла. Ты ж это не делала. Кого? Эту. Ты скумбрию с саввом сбрызла? Ага. Так. По-моему, я ее и так нормально затейкала. Укладываю. Они так. Я мерила так. Ну так, сюда маленький кусочек. Ага. Опа. Опа. Теперь большенько, да? Красивый. Цей не красивый. Вот так положим. Цей красивый. Цей красивый. Вот так положим. Цей красивый. Ножка отмомалась. Лапка. Не, не, не. Смотри. Надо было ее на говно. Поняла поставить? А зачем? Ну все. Больше влезло. Ну уже так сделаю. Не будем ее трогать, она рассыпется. Ну и давай. Ну вот цей красивый был. Я бы его запекла. Подожди. Ну так подожди. Я его сюда поставлю. Вот цыграюшку. Так вот сюда. Тут больше места будет. Нормально. Сюда еще один. Смотри. Так хватает. Сюда еще один. Вот так. И сюда вот цей поставим. Поставим его сюда. Вот же еще красивее. Хорошо, чтобы вы понимали. Две хозяйки на кухне это жесть. Еще один сюда влезет. Давай уже все туда впихнем. Может все стоечки вот так впихнем. У кого телефон? Коля, у тебя? Света звонит? Кто звонит? Не знаю. Цевайбер звонит. Может бабушка звонит? Бабушка, подними. А, а, а. Что ты делаешь? Отлично. Чтобы она... А, ну сверху не стояла. Ну молодцы уже. Так ее надо обжаривать и отдельно получается. Она и так хорошая. Она не готова еще. Спасибо и вас. И ваш ребенок. Да, да, да. Вот так вот мы и готовим. Питя, нормально, Питя, нормально. Я как Питя? А, Питя наши Питя? Думай, я как Питя. Да, и одна, и другая. Все Питя нормальные чувствуют себя. Дай паприки немножко. Сейчас я впихну цикрую. Хорошо, сегодня был ветеринар, и ветеринар сказал, что хорошо, температуру сбили, спала температура. Так что все хорошо. Идет на поправку. Сегодня еще сделали три укола. Она уже кушает, она уже чухается, вылезается. То есть, более-менее стал активнее. О, все, идеально. Ну все белье создало. Да, да, да. Стало активнее. Дай мне как я на зайку завожу. Может, просто, да, может, ищет. Коль, мы идем здесь, наверное, отсюда. Так, паприка, если что. А, картошка, откуда она здесь взяла? Она прилипла к стенке мыски, и ты ее не заметила. Вот, все, рачком поставила. Вот, все, рачком поставила. Да нет, стоя, надо было. Ох, все, хорей. Ну и как я буду закупывать, так не выпущу. Все, вот так. Короче, капец. Где контакт? Все! Все, закрываем это дело все конголь. Что-то, Бенненько, она огромная. Так, или два вот так. Нам вот так надо ее, чук-чук-чук-чук. Вот так. Да не так. Вот так два. Раз, два подставили. Ну ладно, давай. Или... Ну а так не хватит. Видишь? Ну как-то вот так вот. Раз и два. Погодите, не сильно, не сильно. Тут надо канавки сделать. Зачем? Чтобы песок стекал иногда сюда, а не за края. Поняла, да? Делаем небольшую канавочку. Чтобы песок поднимал, чтобы песок стекал внутрь. Канавочку. Ну да, вот так по-другому. А то есть и так оно получится подниматься и все на плиту стекать. И второй кусочек идут отлично. Ой, я на все уже рвала. Молодец. Ну и будет оттуда порвать. Ты сильно загнала. Может быть. Паша, зачем столько появилось лишнего? Ну, как бы, моктями не тыкай. Вот так круто. Давай ты сама тогда, у меня не получается. Вот так вот. 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 Еще капуста. Капуста. Ну да. Сейчас мы еще будем делать капуста. Быстренько. Тушить в смысле. Сколько мяса. Тут без мяса не обошлось. Грибов я в свежих сегодня нашла. Честно. Даша, я не вижу никого. Грибов сегодня из свежих нашла, но они по 70 гривен. Я подумала, что это дороговое. Да зачем, что свежие в грибов были? Да. Чтобы сделать не с мясом, а с грибами. Протрите. А куда ты его ставишь? Куда-нибудь. А может оно по ширине влезет, как обычно. Нет? Ну да. Ну ты ж только что его мазкинешь. А, ну да. Нет. А, ну да. Я думаю, оно слишком поджарится на них. Сейчас узнаваю. Если ты можешь труп уйдать или нет. Ну давай. Пускай так пока стоит. Сейчас. А он снизу приносит. Мама. Субтитры сделал DimaTorzok